Сегодня я решил сделать гайд, в котором развею миф о том, что для того, чтобы сливать овощей и абсосов и новосистом, которые стоят в АФК, тебе для этого нужен шмот. И поэтому этот гайд научит вас сливать абсосов и новосистом и АФК овощей абсолютно без шмота. Хотя нет, какой-то шмот нам нужен будет, но это будет просто ноу-грейд шмот, поэтому каждый сможет его достать. Сейчас, по сути, я буду покупать шмот, в котором начинал ПКшить в 2015 году на Ирине, когда понимал, что в принципе я буду дропать шмот, как все ПК. И тогда ПК дропали шмот, поэтому я понимал, что выше ноу-грейд шмота бесполезно что-то покупать. А так как я начинал ПКшить в нубовокациях, и все же с этого шмота все началось, и он мне не мешал ПКшить, он мне не мешал создать Red Empire of Deion. И он мне не мешал в итоге ходить целым пати на заходке к Закину, Форее, Фринтезе и так далее. То бишь, все началось вот с этого ноу-грейд оружия. Давайте же его и купим, и протестируем, как же сейчас с ним можно ПКшить на АФК грядке 2, по Корных и Новосистам овощей, и вы сами поняли кого. В общем, что нам нужно для начала купить? Это кинжал Рока, который стоит всего 2400 ден. Вот давайте же купим кинжал Рока, и в принципе нам больше ничего не нужно. Хотя нет, купив кинжал Рока, нам нужно купить еще зарядов души, чтобы было мощнее. Без зарядов души будет не так мощно, в принципе и без них тоже можно сливать овощи и абсус в Новосистам. Но думаю, что все-таки лучше будет, если мы купим еще и зарядов души. Вот, к примеру, я возьму 20000 зарядов души ноу-грейда, и это нам обойдется в 160 тысяч аден. То бишь, не так уж много, и можно в принципе слить пару тысяч овощей уж точно. И поэтому давайте перейдем к делу и будем тестировать наш билд ПК. Итак, ребятки, сейчас я пришел на овощехранилище, и как вы видите, я нахожусь в ноу-грейд-шмоте с этим же кинжалом Рока, который посоветовал вам для начала своего пути ПК по уничтожению овощей грядки 2. И сейчас мы будем тестить все, так сказать, наглядно. Можно ли вот таким кинжалом ноу-грейдным сливать АФК овощей и абсосов в Новосистам? Поэтому, ребята, я думаю, что нужно наглядно продемонстрировать, реально ли сливать ноу-грейд даггером АФК овощей, которые стоят не в ноу-грейд-шмоте, и как минимум в ихнем шмоте есть атрибуты, есть вот эта вся херня, есть все то, ради чего вот эти овощи постоянно стоят в АФК. И мы сейчас будем развеивать мифы, потому что у нас нету атрибутов в шмоте, у нас нету атрибутов в оружии, у нас, в принципе, нету ничего. Но что-то мы сейчас попробуем сделать, и давайте же все-таки попробуем. Главное, когда вы нападаете на АФК овощей, это бить в спину, потому что у даггеров, как вы знаете, урон сильнее, когда они бьют в спину. Если вы будете не бить в спину, а бить, не знаю... Вот видите, я даже не успел договорить, и уже минус один овощ. То бишь, вот эти все покорные Innova System лошки будут мне и дальше утверждать, что Innova System ввела отображение на карте, потому что она не хочет, чтобы вы теряли шмот. Она понимает, типа, что если ПК будут опять терять шмот, то вы не сможете ПК-шить, и вам будет сложно. Нет, Innova System понимает, что даже в No Grade шмоте, если она уберет отображение на карте, мы сможем вот так спокойно пропалывать вот эти АФК-грядки 2. Видите, я No Grade такером сливаю АФК овощей, и если будет дроп с ПК, и не будет отображения на карте, эта АФК-грядка будет спокойненько лежать, а не стоять в АФК. И те, кто видят, те поймут, что я вообще пытаюсь сейчас донести, и почему вообще она ввела это отображение на карте? Она не заботится о ПК-сообществе, она не заботится об АФК овощах, она заботится только о том, что если всё будет в первозданном виде, если будет дроп с ПК, если не будет отображения на карте, и никакая шапка не сможет спасать АФК овощей, то и, типа, денег не будет. Так сказать, у иного не будет бабла с лоха, она не сможет разводить своего АФК-лоха, когда истинные ПК, которые ПК шли с 2015 года, будут пропалывать её АФК-грядку 2, неважно в каком шмоте, хотя мы всегда, когда у нас были лишние адена, покупали себе довольно достойный шмот, который падал, и, в принципе, какие-то убытки у нас были всегда. Но сейчас я вам показал, что для того, чтобы пропалывать АФК-грядку 2, шмот вообще не нужен. Понимаете, ребята? Поэтому этот миф развеян, и вы теперь понимаете, зачем вообще иногосистам ограничивает нас с ПК, и почему она боится вернуть первозданный дроп с ПК, который есть везде, которого нету только на вот этой РОВДС АФК-грядке 2. Премиум и платная АФК-грядке 2. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok